Приветствую, друзья! Расскажу вам, как я готовил своего друга к хирургической операции. Я ему, конечно, объяснил, что эту психологическую подготовку, антистрессовую, эту настройку, которую мы сейчас с ним будем делать в интернете, он потом может применять не только к хирургическим операциям, может быть, в жизни еще что-то предстоит, много чего предстоит, и поэтому каждый раз, когда будут какие-то сложности, когда будет какое-то избыточное напряжение, когда перед этим ты не можешь уснуть, когда у тебя будет, ну, что там говорить, каждый человек боится исхода ситуации, такой вот сложной, ответственной. Да. Даже на экзамене мы иногда так себя чувствуем, что мы волнуемся. Ну, конечно, там хорошо бы применить волну, которая снимает лишнее напряжение, но это я немножко сейчас побочные вещи говорю, помогающие людям. Но как я готовил моего друга к операции? Я ему сказал, сначала ты измерь свое исходное состояние на детекторе нашем, на градуснике напряжения, который называется шкала стресса. Пообрази себе, вот это 10, это шторм, это когда тебе плохо, когда ты не можешь думать о хорошем, когда в голову все время приходят плохие мысли. Да, а это ноль. Это шторм, а это ноль. А здесь 10 делений. От 10 до нуля. Сначала сделай себе измерение мысленно, представив себе этот индикатор напряжения, и потом ты через пару минут буквально заметишь, после того, что я тебе сейчас дам совет, и ты его выполнишь, ты заметишь, что у тебя снизится напряжение. Ты это запомнишь, как ты это делаешь, и потом в любом случае жизни, в любой точке времени и пространства, когда тебе предстоят какие-то важные события, дела, встречи, когда ты напрягаешься, ты точно так же можешь быстренько себе измерить уровень напряжения, и этим же способом снизить его до уровня даже нуля, когда ты чувствуешь безмятежность. То есть душевное благополучие, душевное состояние равновесия, душевный покой глубинный, такую безмятежность. Вот здесь смятение мыслей, а здесь безмятежность. Вот запомни, пожалуйста. Ну, запомню. Он лежал в клинике, мы с ним так разговаривали, мы друзья давнишние, и поэтому никто этому не мешал. Я ему просто давал совет. Просто давал совет. Я ему сказал, измерь, он измерил. А потом я ему сказал, а теперь буквально одну минуту, одну минуту, думая, о чем тебе думается, не борясь с собой, не пытаясь выкидывать плохие мысли, если они есть, думая, о чем думается, то есть спустив мысли на самотек, одновременно с этим в течение одной минуты буквально, просто прислушивайся, прислушивайся, а у тебя вдох теплее, или выдох теплее. Это называется ключевое дыхание. Просто прислушивайся, и знаешь, что совершенно не важно, что у тебя теплее, найдешь ли ты это тепло, но важно, чтобы ты просто мой совет выполнил. Одну минуту просто прислушивайся, одновременно думая, о чем думается, не меняя никак, искусственного дыхания делать не надо. Просто, естественно, дышишь, как ты дышишь, только через нос. Ты просто прислушивайся, у тебя вдох теплее, или выдох теплее. Ну, может быть, там нам мизер какой-то, а может, вообще не найдешь. Но ты прислушивайся, и ты увидишь, что у тебя произойдет улучшение. Ты станешь спокойнее, буквально за минуту. Ну, вообще-то, честно говоря, я ему дал полторы минуты, ну, на всякий случай. Ну, мало ли чего. Пока он, допустим, поймет, о чем я говорил, пока он там ляжет поудобнее. Ну, я ему сказал, ты вообще-то, в принципе, это можешь и стоя делать, даже на одной ноге. Можешь делать сидя, можешь делать лежа. Но если лежишь, лежи. И сделай так, чтобы никуда в это время бежать не надо было. То есть, чтобы тебе не надо было, ну, там, может, какие-то дела у тебя, лучше ты их сначала сделай, а потом это сделай. Да, он говорит, да нет, мне ничего сейчас делать не надо, я могу спокойно одну минуту это сделать. Ну, я говорю, ну, делай. И вот он делает. А я не вмешиваюсь, я своими делами занимаюсь. Ну, и потом прошло вот минуты-полторы, я его спрашиваю, как дела. Он говорит, хорошо. Я говорю, ну, как у тебя снизилось что-то или не снизилось? Если не снизилось, говори, как есть. Он говорит, снизилось наполовину. Я говорю, ну, хорошо, ну, вот этот самый тонкий момент, а что ты чувствуешь? Он говорит, отпустило. А что отпустило? Ну, как-то стал спокойнее, говорит. Ну, тебе же, говорю, операция предстоит. Он говорит, ну, спокойнее стало, да, спокойнее стало. Я как-то успокоился. Я говорю, слушай, вот сейчас ты сделаешь еще раз сам, тоже повторишь. Ты просто еще раз измеришь на индикаторе напряжения от 10 до 0. Это относится к самому моему совету. Да, и потом еще одну минуту вот так вот сделаешь ключевое дыхание. Надо запомнить это упражнение на всю жизнь и название его запомнить, потому что, в отличие от всех способов, техник дыхания во всем мире, которые практикуются, это самое лучшее. Потому что оно дает эффект за одну минуту. Причем при этом первое преимущество. Тебе не надо менять ритм дыхания никак искусственно, а дышишь, как дышится. Второе. Тебе не надо бороться с плохими мыслями, а думаешь, о чем думается. Третье. Ты либо лежишь, либо стоишь, либо идешь, либо бежишь, неважно. Ты представляешь, сколько преимуществ? Да, и вот ты просто прослушиваешься одну минуту к тому, что теплее, вдох или выдох. И даже если ты не найдешь, все равно у тебя снизится исходное напряжение. Это удивительная вещь. И поэтому запомни, не только как это делается, как это легко делается. Видишь, сколько там легкостей, так сказать. Сколько снято затруднений. Просто дышишь, как дышится, думаешь, о чем думается. Просто одну минуту прослушиваешься, где тебе теплее. Вдох или выдох. И даже сказано, что если ты не найдешь тепла, все равно будет лучше. Да, ну вот это интересно. Запомни это. И название запомни. Да, что это называется ключевое дыхание. Да, и более точное название ключевое дыхание по методу ключ. Ну да. Это удивительное изобретение, которое помогло уже сотням тысяч людей успокаиваться в нужный момент. В любое время, в любой точке пространства, в любой стране, очень во многих странах сейчас это тоже применяют. Потому что наша школа, человек будущего, учит всех гармонизировать свое состояние, независимо от того, операция тебе предстоит, экзамены тебе предстоят, отважная встреча тебе предстоит. Ты можешь быстро снять лишнее напряжение. Да, ну а там еще есть упражнения другие. Вот если хочешь, посмотри у меня на канале, я ему сказал, своему другу, который, к сожалению, столько лет мы дружим, ни разу не удосужился на себе проверить, что такое ключ. Ну да, он говорит, я знаю, ты там молодец такой, у тебя там вообще, ты врач, ты психолог, я знаю. Зачем мне это проверять? Я тебе и так верю. Я говорю, слушай, попробуй, тебе в жизни пригодится, в жизни тебе, лично. Ну и, короче говоря, я ему подсказал. Ну да, он сделал операцию, ему сделали операцию, хорошо, я потом с ним разговаривал, общался. Это же и в послеоперационном периоде хорошо помогает. А я в свое время проводил подготовку людей на конвейерную операцию в институте микрохирургии Глаза у профессора Федорова. Я их готовил на конвейер. Ну, я в каком-то ролике об этом рассказывал, кто хочет, может поискать, посмотреть. У меня на ютубе много очень интересных роликов. Не только вот этого характера, чтобы готовиться на операцию. У меня есть к олимпийским метрам подготовка, у меня есть к экзаменам, ну, очень много-много разных приемов и техник. Вот основные мои методы, они официально признаны. Официально признаны. А синхрогимнастика по методу Крущева даже в учебнике по физкультуре для 10-11 классов российских школ профессора Матвеева. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Наша школа работает для того, чтобы вы в трудный момент жизни могли найти точку опоры. Ну, конечно. Но если вы сможете настроиться к экзамену, если вы сможете настроиться к олимпийским гимнам, к выступлению, если вы можете настроиться таким образом к любым соревнованиям, к любым занятиям, к освоению иностранного языка или новой профессии, снимая вот так нервно-мышечные зажимы, конечно, вы будете более эффективны и меньше тратить сил и энергии, меньше тратить, ну, вообще, жизни своей на постижение таких простых вещей, которые, на самом деле, вы инстинктивно и сами во многих случаях в жизни делаете. Ну, чем отличаются эти приемы от того, что вы делаете инстинктивно? Тем, что они осознаны. То есть, вы делаете сейчас осознанно то, что вы обычно делаете неосознанно. И поэтому у вас расширяются возможности, потому что появляются новые качества. Вы становитесь более творческим. Особенно подбирая приемы путем перебора, вы развиваете свою личность, открываете те способности, о которых вы даже не подозревали. Потому что нас так раньше в школе не учили. Ну да, друзья мои. Итак, желаю всем здоровья. А тебе, мой друг, я специально записал этот ролик, чтобы ты через 5 минут еще раз посмотрел и еще раз сделал. Теперь ты уже после операции. И ты теперь быстрее и быстрее будешь восстанавливаться. А вместе с тобой от всех хворь и неприятностей этот ролик будет помогать и всем другим людям в разных случаях жизни. Да-да, пускай посмотрят, что такое ключевое дыхание и как регулировать свое состояние по своей воле. До встречи.